Всем привет! Сегодня познакомимся вот с таким чудным агрегатиком от GF грилл это 3 в 1 модель GF 040 вафельница вот она уже у меня стоит потому как я не так давно их делала вот такая вот бутербродница как я ее называю но вообще сэндвичница такие панельки я храню их вот так вот чтоб не поцарапать ничего и вот такие гриль пластины то есть я сегодня покажу отдельно три видео на гриль пластины на бутербродницу и на вафельницу то есть не буду совмещать это все в одном видео покажу все это отдельно сейчас просто быстро расскажу обзор но первое видео будет вафель так здесь у нас регулятор температуры максимум среднее и более низкая самая то есть панельки не тяжелые панельки довольно таки легкие довольно таки тоненькие я сначала думала это минус но в принципе как оказалось это даже больше плюс нагреваются они намного интенсивней равномерней и и как-то так даже ну сильная могла бы сказать мне понравилось то есть я выпекала вафли много видов уже бутерброды делала ну не бутерброды а ля так скажем пирожки из слоеного теста и запекала на гриль пластинах себе рыбу стейк да то есть сегодня я покажу на гриль пластинах рыбу стейк на бутерброднице покажу опять же пирожки слоеного теста с начинкой еще не знаю с какой и вафли у нас будут майонезные то есть я хотела с добавлением яблока или банана но это уже будет по ходу сегодня у нас такой более облегченный вариант блюд потому что у нас отключили горячую воду мыть особо а холодную воду правильно холодную вот нас отключили бежит из крана один кипяток поэтому я вот приготовила все заранее то есть и рыбку обмыла и куриное филе все это быстро обмыло сейчас но все лежит сохнет поэтому чтобы меньше мыть меньше затрат именно по воде потому что кипяток жуткий туда просто руку не засунешь и вот приходится все это будет все быстро опять же опять же плюс в этих бытовых приборах то есть вот воды нет а мы так быстренько чпок 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 панельки сняли замочили и все в общем ладно приступим первое у нас вафли так вафли у нас майонезные честно признаюсь я всегда делаю тесто на глаз вот для видео я конечно достаю весы и начинаю тут взвешивать измерять это вот для меня как бы мучение определенное на глаз все быстро зафигарил туда намешал и готово а тут вот взвешиваешь все ну да ладно это для чистоты так скажем рецепта два яйца яйца предварительно я мыла если вдруг возникают какие-то вопросы мы ты ли у меня яйца я их помыла и майонез может кто-то сейчас скажет это вредно ну нормально вполне так яиц получилось 100 грамм майонеза тоже в принципе 100 грамм достаточно будет тогда совсем мало получится сделаю 200 грамм как и надо здесь вообще 190 на пачке указано так что сейчас проверим заодно обманывать нас производитель или нет я правда не знаю сколько тут выскоблить можно я сейчас всего 187 грамм так сахар 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 мы будем считать что майонез у нас 200 грамм 2 яйца сахар возьмем грамм наверно 60 больше не хочу 60 грамм взобьем это делать муки возьмем 150 пока грамм говорю все делаю на глазу сейчас посмотрю как на глаз забью сюда же буквально четверть чайной ложечки соды тесто должно быть как густая сметана сюда могут идти добавки яблоко банан ой без сахара капуста хоть что может быть вот кабачок можно цветная капуста белокочанная капуста пекинка в общем хоть что меньше сахара будет более такой вариант не десертный больше сахара будет десертный вариант то есть добавлять можно вот абсолютно что хоть что вот что есть вот у меня бананы начинают жить уже чужой жизнью их можно сюда точно также яблоки натираем и делаем разогреваем вафельницу и очень быстро выпекаем так вафельницу на максимум ставим красный загорелся все ждем вафельница нагрелась вот такой нас тесто намного гуще чем сметана раскладываем но не по многу получается потому что она может начать лезть не факт что вафлю будут одинаковые прям вот такой вот ровной формы квадратный совсем не факт как как сейчас придавить родименьких говорю где-то получается вот на полушке что ли меньше закрываем и ждем итак первые вафельники готовы достаем их можно их и побольше кто любит поболее загорелые мы вот такие золотистые уважаем получается как сдобные вафельки видите не факт чтобы прям ровная квадратная форма то есть сейчас я пока выпекаю все вафли камеру отключаем как последние буду доставать так это все покажем то есть на одни вафли у меня ушло где-то ну минуты три то есть это все очень быстро очень быстро вот здесь из этого количества теста получается где-то наверно вафелик 6 но все встретимся на последних вафлях последняя третья партия вафелек уже готова можно сделать чуть румяней можно оставить такие видите они какие пышненькие они прям как сдобные вафли получаются то есть мы вот эти достанем сейчас вот такие и вот сюда их разместим здесь у нас черно-смородиновое варенье домашнее смородина протертая с сахаром итак вафельничку от gf гриль 040 я вам показала в действии вафли получается очень быстро покрытие просто замечательное тьфу 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 не сглазить дай бог чтобы она служила мне дальше есть нарекания конечно на гриле этой фирмы есть и я сама не очень довольна скажем двухсотым грилем мне кажется там не выдерживается температура до конца с покрытиями у меня ни у одного гриля проблем не возникло уже зовут несколько лет пользования но от вафельницы их я просто балдю то есть что вот это вот кругленькая gf 020 что вот это то есть вафельницы просто просто мне вот приносят максимальное просто удовлетворение от того как я выпекаю то есть ни одних вот таких вот не удавшихся вафель у меня еще ни разу не было вот в этих вафельницах опять же говорю тут вот фу не сглазить постучу по голове всем пока пока приятного аппетита и до новых встреч мы с вами встретимся на гриль пластинах и на бутерброднице пока пока забыла показать разлом то есть часто мне высказывают претензии видео что я не разломала вафельки вот они такие посмотрите замечательные просто замечательные сдобные вафли видно прям вот ну видно что сдобное такое пахнет вкусно пахнет сдобой попробую я правда если честно не люблю такую вичку обычные вкусные сдобные вафли кому если надо сахара побольше то больше 60 грамм конечно они не очень сладки то есть их есть с каким-то сахаром кто любит сильно сладко лучше стога ну все теперь точно пока пока